Ну, сейчас уже седьмой месяц, как у нас будут бесплатные занятия по довоенной подготовке, организованные клубом Ярополк. Первые, наверное, получается, пять месяцев мы проводили все это в помещении и буквально с конца марта вышли на улицу. На улице мы занимаемся в субботу, и здесь вот очень хорошая локация, заброшенный детский садик, где можно отработать помещение. Это различная тактика по зачистке здания и, соответственно, лечиться местности, в принципе, что сейчас очень часто отличается в зоне СВО. Как правило, в лесу мы отрабатываем несколько вариантов, как засадные действия, как поиск противника, как обнаружение, как правильно перемещаться, как перемещаться в группе, как отходить, как прикрывать. То есть тут исключительно именно тактика, потому что в моем понимании, ну, вообще в нашем понимании, с нашим был опытом, стрельба стрельбой, но если ты не знаешь тактику, не умеешь работать в команде, это чревато гибели группы, не только тебя, но и, соответственно, группы. А так, получается, мы каждый раз постоянно что-то придумываем, и они каждый раз приобретают какой-то опыт. Вот, я думаю, в июне месяц мы уже должны выйти на сцену. Что будет завтра, мы не знаем, и наша помощь и наше участие, возможно, в любой момент. В лесу мы отрабатываем несколько вариантов, как засадные действия, как поиск противника, как обнаружение, как правильно перемещаться, как перемещаться в группе, как отходить, как прикрывать. То есть тут исключительно именно тактика, потому что в моем понимании, ну, вообще в нашем понимании, с нашим былым опытом, стрельба стрельбой, но если ты не знаешь тактику, не умеешь работать в команде, это чревато гибели группы, не только тебя, но и, соответственно, группы. В гражданской профессии я экономист, у меня три образования выше, бизнес-образование. Ее не довелось служить в армии по причине обучения. Собственно, выдалась такая возможность познать это дело, хотя и семьи военных, и меня это заинтересовало. Мы вели еще такую дисциплину, как промышленный альпинизм. То есть это правильный спуск с веревок, правильный переход через переправу, через речку. То есть это различные системы, обращение с веревкой, это тоже очень нужно, не только в принципе в зоне специальной военной операции, но и в повседневной жизни, то есть в экстремальных условиях. Мало того, что мы должны любить свою родину, мы должны уметь ее защищать, в том числе уметь оказывать помощь друг другу. На данных занятиях мы отрабатываем простейшие методы остановки кровотечений, обезболивания и эвакуации. Ребята все молодцы, ребята патриоты, ребята хотят этому учиться, они понимают, что сейчас происходит и как это важно. Ребята хотят защищать свою семью, защищать свою страну. А что надо? Конечно, шерен. Сейчас. Ну пойдете. Идем не по тропе. Зон, хотя в одном. Зон. 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 Зон.